Те основные задачи, которые у нас поставили намечено, давайте мы тогда попорядку, то, что у нас есть в парень вами, все равно, о тех мероприятиях и о тех вопросах, которые необходимо обсудить и принять решение. Сразу попорядку, да? Об исполнении решения информационной встречи с длительным давалом. Как мы даем, там, по-моему, с длительным. Значит, в соответствии с дальнейшими рабочими встречами была разработана дорожная карта, в соответствии с которой все запланированные мероприятия у нас выполняются. В настоящее время у нас получили подтверждение ранее предполагаемого обследования конструктива домов. Значит, направлены были на госэспективную проекты. в настоящее время заключение экспертиз полученных у проекта и готов проект с конкурсной документацией, который находится в настоящее время на согласовании. Подберемся на конкурс по поведению, уработке, мудренно. Понятно. Какой срок согласовывали по согласованию? Конечник есть? Конечник, 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 конечник. Думаю, и завтра. Понятно. Обследование у нас состоялось. В конце июля мисс этого года мы занимались следованием здания по Карломарску 33-35. И разрешите представить следующие короткие выдержки этого обследования. В сфере вас уверить, на самом деле все оказалось гораздо лучше, чем мы думали с первого взгляда. Значит, когда мы изучали эти здания, оказалось, что те предположения, которые были выдвинуты, но озвучены нам, что здания могут разрушиться, у них плохая конструктивная связующая, это не так. Значит, нет никаких разрушений и осадок фундаментов, соответственно, никаких трещин нет. Это может говорить о том, что здание находится и стоит на твердом фундаменте, то есть никуда оно вваливаться не будет. Это первое. Безусловно, есть определенное замечание к исполнению работ. Есть погрешности в работах строймонтажа. То есть это касается качества бетона, потому что есть низкая морозостойкость, и, соответственно, видно разрушение этого бетона на балконах и еще в некоторых частях. Также имеются, наверное, пустоты бетонирования. Но в бетонировании бетон при теплопроводности, при расчете, не имеет никакой... То есть берется за ноль теплопроводность стены у железобетона. Соответственно, мы берем расчет только лишь пенополистирола, который находится внутри и снаружи этого блока, который применен. Что касается кровли, безусловно, нарушена технология кровли. То есть там не сделана пароизоляция. Соответственно, в холодный период, когда мы имеем отрицательную температуру снаружи и положительную внутри дома, происходит испарение, и мы имеем наледи на кровлю. Это все тает и возвращается обратно в квартир к жильцам. Вот. То есть отсюда протечки и прочие вещи. То есть мы рекомендуем сделать скатную кровлю. Что касается по нагрузкам, которые будут увеличены, естественно, то есть из расчетов допускается увеличение нагрузки до 30% на существующие фундаменты и существующие грунты, которые мы видели по материалам инженерных изысканий. Но я думаю, что кровля, которая будет запроектирована, она где-то будет порядка 5-8% весить от всего здания. Дополнительно нагрузки? Да, дополнительно нагрузки. То есть в принципе это реально. Ну и что касается фасада, безусловно, фасады однозначно нужно менять, потому что вы сами все видели, как оно состояние. Плюс обязательно нужно сделать дренаж, поскольку в подвале есть грунтовые воды, то есть вода оттуда не отводится, ну вот усилиями сделаны какие-то такие, ну скажем так, что-то пытались сделать, отвезти воду из подвала, то есть это, конечно, частично выполнено, и это лучшее, что там происходит, но все-таки дренаж нужно сделать по-нормальному, воду нужно оттуда выбрать. Так что вкратце, в принципе, все. Я еще раз повторюсь, чтобы жители не волновались, я просто видел, когда мы приезжали на место, разговаривали с жителями, то есть мы уже ходили по квартирам, смотрели протечки, все, что там происходит. Естественно, люди напуганы, то есть что там и как. Но смею вас заверить, повторюсь, что здание конструктивное, оно еще будет стоять, то есть за это можете не переживать. Единственное, что нужно провести вот это переченье, мероприятие, которое указано у нас в материалах, и последовательное. Вкратце, все. Ясно. Так, тогда то, что касается...